Жители Тимиртау боятся выпускать детей гулять на улицу и устают мыть машины. Социальные сети заполнены видеороликами с черным снегом. Что происходит с городом Металлургов, если по отчетам Арселор Металл Тимиртау выбросы в атмосферу металлургического комбината с каждым годом все меньше? И почему горожане не верят этим заявлениям, выясняла Людмила Батюшкина. Сделали стекла. Машина после мойки сутки постояла. Это в городе, это не на заводе. И не надо говорить, что это потом частный сектор это все делает. Это делает комбинат, это ТЭЦПВС, это Коксахим. Вот этим мы дышим. Вот, видали? Двор весь стирает. Такие ролики из Тимиртау все чаще стали появляться в социальных сетях. По словам авторов, в прежние годы было меньше пыли. По крайней мере, снег не мог загрязниться настолько всего за одну ночь. Вот, смотрите, раз. Обаньки. Вот такая ерунда у нас творится, понимаете? На улице, вот если взглянуть, такое чувство, что асфальт лежит. И снега вообще не выпадало. Нет, никаких выбросов нету. Это люди просто усиленно жгут печки. Или, наверное, покрышки. Как потом говорить о каком-то здоровье? Нет, никаких выбросов нету. Вот что? Система работает идеально на заводе. Тимиртаусы напуганы экологической ситуацией в городе. Специфический запах завода Тимиртаусы не перепутают ни с чем. Причем сильнее он чувствуется ночью и выходные дни, говорят они. В одном из микрорайонов, куда чаще всего дует ветер с комбинатом, перестали гулять мамы с малышами, а дети постарше забыли о снежных забавах. Ребенка нет, не выпускаем. Бывает, когда самый первый снег выпадает, конечно, мы и с лопаткой гуляем, а потом уже буквально несколько часов мы сидим дома. Вот я иду и думаю, чем же я дышу? И вы хотите, чтобы мы не болели? Вы хотите, чтобы вы были здоровы? Вы пройдите вечером, когда темнеет. Идешь, как будто по болоту идешь к какому-то. Это снег. Арселор Миттл Тимиртау письменно ответил, что очистные сооружения работают бесперебойно. На предприятии есть две аккредитованные лаборатории охраны атмосферного воздуха и водоемов, а также специалисты по нормированию отходов и охране земель. Контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования осуществляется ежедневно. Количество эмиссий в атмосферу за 2017 год еще неизвестно. Он еще не завершен, но наблюдается снижение выбросов по сравнению с 2016 годом. Однако у жителей Тимиртау уже в геометрической прогрессии растет количество онкозаболеваний, проблемы с щитовидной железой, хроническая усталость и нервные срывы. Общественники уже не раз обращались к властям, в прокуратуру и даже составляли петицию. Под ней подписались тысячи человек. Чиновники инициировали проверку, выявили ряд нарушений. Руководство завода штрафы уплатило, но травить город, похоже, не перестали. Мы кашляем постоянно, потому что мы еще живем на Востоке, там, когда ветер дует, вообще дышать нечем. Пенсии у нас мизерные, а лекарства какие дорогие. Да легче умереть, чем лечиться сейчас. Независимые экологи уверены, что распознать выбросы можно и без всяких экспертиз. Раз в воздухе плохо пахнет, значит, в нем есть то, что сокращает жизнь. По словам Дмитрия Калмыкова, уже много лет Арсиллор Миттл обещает размещать в интернете в режиме онлайн показания датчиков, замеряющих выбросы комбината в атмосферу. Однако установить эту систему для общественного мониторинга комбинат не спешит. Ответ один напрашивается. Наверное, не все в порядке. Я других не могу придумать причин. Если все в порядке, как они говорят, ну поставьте для завода это сущие копейки. Это уже не стоит в планах уже много-много лет. Я помню в департаменте года три назад было совещание, и там руководитель их экологического отдела говорила, что вот поставщики, то ли турки, то ли немцы, что-то задерживают, вот-вот будет. Ну выдайте. Если вы не выдаете, значит все плохо. Подрывается вера в то, что вы говорили вчера. По данным КАЗ Гидромета, Тимиртау находится в списке городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы. И по отчетам КАЗ Гидромета в 2017 году не было ни одного месяца улучшения этого тревожного показателя.